всем привет на канале ул дачмен сегодня я продолжу тему начатую в одном из моих последних эфиров о нашей немецкой политики и в частности министре экономики всей страны всей вселенной роберте хабике значит мне самому понравилось то что он сам себя вот так вот облажал перед перед зрителями в студии перед зрителями перед телевизором значит в чем проблема в чем в чем дело его пригласили на одну передачу для того чтобы поговорить с ним об экономическом якобы росте германии на самом деле об экономическом кризисе и о его взглядах на тему вот этих вот электрокаров потому что в первую очередь он со своей партией зеленых ужасно сильно требует продвижения вот этих электрокаров чтобы в стране до 2035 года вообще не осталось машин с двигателями внутреннего сгорания но я как-то уже на эту тему высказывался так вот он интересно интересную в тему вот интересный вопрос он затронул и сам облажался облажался в чем вот он говорит буквально следующее если допустим сейчас к примеру возьмем гипотетически одна электромашина стоит 15 тысяч очередь во первых электромашины столько не стоит они стоят намного дороже ну ладно возвращаемся к роберту х робику нашему всю хабику если одна машина с электромотором сейчас стоит 15000 через некоторое время она будет стоить 20000 то это значит что у нее цена поднялась всего-навсего на одну четверть процента он тут же понимает что он сказал говорит то есть на 25 процентов секундочку вы понимаете сколько будет сумма 25 процентов от 15 тысяч по мнению нашего великого математика министра экономики роберта свет его хабика 25 процентов от 15 тысяч это 5000 я не знаю как он считал в какой школе он учился но 5000 это одна треть от всей суммы от стартовой суммы которая была допустим выставлена за эту машину 15 тысяч если она поднимается в цене на 5000 значит машина поднялась в цене на одну треть так на улице сейчас у нас 13 градусов тепла нормально отлично лето наступает тоже что он говорит если к примеру машина стоила 15000 сейчас у нас стоит 20000 цена поднялась не на 25 как типа как бы на 25 процентов но проблема в том что 25 процентов от суммы 15000 это 3750 евро не 5000 как он сказал а 3750 кому интересно посчитайте старая формула 15 умножаем на 25 и делим на 100 и в конечном итоге у нас получается 375 а ты чё тут делаешь ты пылесосишь молодец вот такие вот люди стоят у нас у власти в стране которые даже блин посчитать сколько будет 2 плюс 2 не могут они считают что 2 плюс 2 будет всегда столько сколько скажет великая партия потому что сами они не обучены думать своими мозгами вот чем проблема и это не только это не единичный случай вот его вот это вот влажание вот этого нашего министра экономики это не единичный случай но что самое интересное он утверждает что состоялся как кандидат на пост бундес канцлера страны вы представляете если вот этот человек действительно станет бундес канцлером то есть ну как вам с как вам объяснить чтобы чтобы вы поняли что ожидает страну это к примеру если допустим в огромном огромном свободном чистом поле стоит стадо баранов и перед этим стадом баранов стоят просто ворота все больше нет ничего и вот эти вот эти вот бараны пытаются биться головами об эти ворота чтобы им открыли подходит человек открывает эти ворота говорит проходите я я для вас сделал проход и вот это стадо баранов топчется толкается спинами боками но блин пытаются пролезть через эти ворота хотя все поле свободно ворота стоят только в одном определенном месте вот примерно то же самое ожидает нашу страну если этот господин роберт свет его бог его хабик сегодняшний министр экономики сантехник по образованию станет нашим бундес канцлером в следующем году это будет это будет полнейший отстой для нашей страны это будет не то что отстой это ну блин вот как его подружка по партии сегодняшняя у нас министр иностранных дел аналена бербок вот как она дает возможность дает повод всем мировым державам всем главам государств смеяться не только над ней но и над германией потому что она но не у них не связная речь она постоянно сбивается она постоянно глотает слова она не договаривает окончания слов она теряет нить разговора когда с кем-то разговаривает она бросается в полемику когда допустим ведет какой-то разговор или диалог с одним из представителей других государств она бросается в полемику и начинает требовать чтобы они сделали именно так как ей этого хочется министра иностранных дел по внешней политике не вку не включают в себя требования к другим странам выполнять те условия или те фантазии которые приходят этому министру голову ахилки-палки вот так вот сумбурно спонтанно но мне просто понравилась вот эта вот передача где этот человек министр экономики роберт хаббек друг светофоров облажался по полной программе и не первый раз в общем не забудьте подписаться на этот канал поделиться видео с друзьями оставить лайк свой адекватный комментарий именно адекватный потому что у меня на канале включен жесткий фильтр против всех комментариев даже элементарное слово тупица или дурак комментарий отправляется в спам а комментатор может быть отправлен в бан поэтому старайтесь уважать друг друга старайтесь уважать оппонентов и высказываться более менее корректно всем удачи пока